Популярность столичного зоопарка среди горожан и гостей неоспорима, тем более, что для этого делается очень много, особенно в приобретении редкостных животных и их достойном содержании. Теперь, чтобы увидеть снежных барсов, носорогов и слонов, можно не ездить в признанные европейские зооцентры. Достаточно посетить таллинский зоопарк. Но все же изюминкой таллинского зоопарка были и остаются горные козлы и дикие бараны. С них-то зоопарк когда-то и начинался. Правда, нынешние функции зоопарков и таллинские не исключения существенно меняются. Урбанистический образ жизни современного человека требует природного просветительства, особенно среди детей. Когда-то с этим успешно справлялись бабушки и дедушки на примере деревенского домашнего хозяйства. Теперь и среди старшего поколения немало людей, видевших корову разве что из окна автомобиля. Так что миссия зоопарка в качестве заповедника природных знаний оказалась достойной всяческой поддержки. После долгих лет ожидания на смену скромному зданию, где через разного рода кружки и лектории велась эта работа, придет современный комплекс, строить который будут при поддержке средств Европейского Союза. Время, конечно, бежит быстро и 30 лет мигом прошли, но сегодня очень торжественное событие. Мы наконец-то надеемся через кодик переехать в этот дом, где мы можем просветительную работу делать рядом с животными. Теперь мы это делаем километра полтора от животных и очень трудно это все соединить. Любовь к братьям нашим меньшим продемонстрировала единение даже непримиримых политических оппонентов. В закладке краеугольного камня нового комплекса в зоопарке участвовали министр охраны окружающей среды, итальянский мэр. Министерство лоббировало выделение европейских денег на строительство и создание Дома природоведения. Это без малого 3 миллиона 900 тысяч евро. Город добавил из своего бюджета 426 тысяч. Как-никак зоопарк – столичное муниципальное учреждение. Проектирование началось 8 лет назад и к моменту начала строительства был выбран самый приемлемый вариант с использованием современных энерго- и теплосберегающих материалов. Природообразовательная деятельность зоопарка с завершением строительства нового комплекса будет направлена на людей всех возрастов от мала до велика. А через год директор Матикал планирует провести здесь первую международную конференцию, что, несомненно, поднимет престиж не только зоопарка, но и Таллина, как европейской столице, заботящейся об экологическом образовании. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.